а не выездить. Вот, значит, и знаете, дело в чем-то, что во временале мира, во временале гонений в принципе задача у нас одна. И вот еще в 100 лет, полтора столетия назад, полтора столетия назад один из евангельских верующих написал в Петропавловской крепости, там в Питере, такие слова «Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа и на вольных тюрьмах». Вот очень сильные слова, мне так они понравились вообще. Я в Петропавловске часто бывал, я вообще Питер очень люблю. И знаете, и как художник, я художник по своей специальности, этот сухонный, для меня в Ленинград был вообще этот мекк, не знаю. Вот, там из Эрмитажа не вылазил на Солнцовский музей, там все эти выставки. С самого детства я жил этим. И знаете, но когда узнал об этом вот стихотворении, об этом послании, вот, то, конечно, был очень сильно подушевлен. Надо же, вот действительно, Христос, Он свобода, а без Христа правство. Даже если человек, он живет, не знаю, там, на своем острове вообще, вот, у него там и денег немерено, значит, вот, и, значит, и всего-всего-всего, он раб, он раб, и он узнал. Вот, и, с другой стороны, если человек со Христом и во Христе, то это свобода, настоящая свобода, которая, ну, не опишет слова. Ну, да, надеюсь, понимаете. Благословляю вас, друзья, где бы вы ни были бы там, в тюрьме или свободной, в свободном мире или при тирании, там, религиозной или политической, вот, где бы вы ни оказались, в какой бы миссии вы ни были бы там, кстати, вот, я что-то просто не, ну, когда пропомянуете православным, католикам, скажу одно, что, да неважно кому, мусульманам, атеистам, коммунистам, кому будут проповедовать. Знаете ли, самое главное – любить этих людей. Если нет этой любви, то лучше вообще просто молчи, все. Серьезно, меньше греха, больше пользы. Вот, лучше молчи, лучше помолчи, лучше помолись, вот, именно, чтобы Бог дала любовь к этому человеку, или к этому человеку. Вот, и так всегда, неважно, куда тебе Бог пошел. Поэтому, если Бог пошел проповедовать, допустим, мусульманам, католикам, православным, неважно кому, ну, проси Бога этой любви. Действительно, осознание этой любви и понимание Христа, любящего. Бог хочет вообще, чтобы все люди спасли. Вообще, хочет всех спасли. Абсолютно. Все это так же. Вот, и достигли познания истины, пережив спасение, духовное возрождение, чтобы все люди также достигли познания истины. И дальше сказано, ибо един Бог, и един последний между Богом, человеками, человек Христос, Иисус, предавший себя для искупления, никого? Всех, всех. Всех. Никого-то отдельно. Отдельной категории граждан, народной, стандинной, всех. Спасибо тебе, Господь, за все. Помолимся, и разумолимся. Отец, и благодарю тебя за моих братьев, сестер. Благодарю тебя, Господь, за эту школу. Благодарю тебя за сердца, ищущие тебя, любящие тебя, за твое чудо, совершающиеся в нас и через нас. Благодарю тебя за церковь, твою, Божия, живую церковь, не имеющая пятна или порока, или чего-либо подобного. Это не утопие, это твоя воля. Благостави, где бы ни были бы братья, мои сёстры, Божия, дай любить людей и нести твою любовь. Принимая твою любовь, нести её окружающим. Боже, самогущим, пусть, Господь, и миссионерство внутреннее и внешнее совершается, Господь, в наших судьбах. Благослови, Господь, благослови народ свой миром, благослови сегодня Украину, благослови Львов, Боже, этот город великий. Льва из Калена Иуды, город Иисуса Христа, да будет там, Использь. Благослови, Господь, Киев, благослови, Господь, Божий, пусть льётся эта песня Иисусу слава, Иисусу слава над Схыном и Днепра. Пусть действительно Афилиам поднимается к престолу славы Твоей, Боже, это хвала. Благослови народ свой мир, благослови Израиль сегодня, благослови Ярушалай, столицу возрождённого еврейского государства. Боже, это великое чудо нашего времени. Спасибо, Боже, Всепогущий за всё. Благодарю Тебя и благословляй моих братьев и сестёр словами Твоего благословения. Из книги Чисел, которую Ты дал однажды Моисею, чтобы он передал Аарону, и дальше, и дальше до наших дней. Спасибо Тебе, Господь. И пусть в этих словах этого великого благословения, Боже, Твое светлое лицо, оно будет обращено сегодня к нам и улыбнётся нам. Боже, слава Тебе, и холосте. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Бешем Иешуа Гаашех, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа Мессии, Бог Авраама Исаака Израиля, Бог Патриархов и Пророков, Отец наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, благослови народ свой миром, посети виноградник, насажденный Твоей рукой и благослови виноград сей, да проставится имя Твое Святое, во имя Иисуса. Аминь. Братья и сестры, и вот в завершении молитв обычно мы произносим во имя Иисуса, и даже если не произносим, то это имеем в виду, потому что все, что мы делаем, мы делаем во имя Иисуса. И на еврейском Бешем Иешуа, Шем имя, Шем, Бешем или Бешем, означает буквально опять-таки, опять-таки, вымени буквально, я не просто с именем Иисуса на устах, а вымени Его молюсь, я в Нем, а Он во мне. Бешем это тоже означает именно в Нем молящегося, в Нем пребывающего человека. Вымени Иисуса молюсь. Пусть Господь благословит вам всех. Моим Иисусом. Пусть Господь благословит вам. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Да, слава Богу. Да, братья и сестры, привет всем, кто подключался, подключился. Да, здесь Кирова на пятке, привет. Снальчика. Че за порожняк несешь? Ну, кто-то пишет. Ну, кто-то слава Богу пишет. Короче, ладно. Всем благословляю, вопросы потом отвечу. Некоторые наверно на руку. Ладно, все, с Богом. Вы сейчас в России такой? Ну, больше счастью, да. Ну, сейчас 50,53. Так, все. Шалом, с Богом.